здравствуйте тариэль как ваши дела да я видел это так как получилось кто-то самозванец появился что ли там их четыре я вчера на фейсбуке отвечал меня мне пишет а у него на фейсбуке ник тарелка по нации а тарел рядом со мной сидит и он меня спрашивает откуда ты меня знаешь ну как тебе прикол я говорю я твой поклонник тарел так как прошли видеосъемки все нормально такая продажу когда появится ты понимаешь думаю недолго придется ждать мы сейчас в египет собираемся уже обговорились да это будет зависеть от нас так вот а как вы сами к этому пришли к этому открытию чтобы тебе не солгать не работали вообще на другую тему то есть это случайно да получилось да совсем случайно между прочим не работали на антигалитации ага и там такой эффект что офигели ну потом начали работать но вышли именно на своем тесте после этого еще советский союз был когда у нас было готово то есть аппаратура ну потом пошел это паспорт союза и т.д. и т.п. потом 5 лет и 3 месяца война потом после 1994 года я уже начал демонстрировать потому что я с кем не поговорил бы меня с ваше чипситалью аферистом все это уже конечно позади но очень трудно было все это как-то пройти пережить ну вот вроде бы так говорится как маленький снежный комок как с горы спустись так она огромная становится уже вся жизнь наверное и люди готовят к этому уважаемый тарелли вот вы единственный кто дали этому толчок вот я занимался ухологией где-то может чуть больше полгода назад усердно я случайно буквально наткнулся на ваше видео ну там где зеленая коробка где вы демонстрируете 5 килограмм и вот с этого момента ну я сам по себе электрончик я соображаю в этом до этого я даже не подозревал что такое возможно и вот все Денис Денис если что там посмотрим придется собрать хорошую команду электрончик сейчас гидравликовых механиков тоже потому что я не имею права собрать электронную установку я должен судиться с вестелем потому что они нарушили договор посмотрим что я смогу сейчас с Египта делать но у меня в договоре написано там с вестелем все что мы работаем по законодательству в Швейцарии это значит надо в Швейцарии занести суд иск ну да это очень большие деньги стоят я думаю через но я сейчас время не буду терять я буду конечно экспериментировать и до мегаваса надо дойти и сейчас сто-триста киловатт у нас есть а вот остальные они должны будем потом ну как у тебя там сразу все время не будет посмотрим ну дело в том что там где я работаю есть товарищ тоже с Тбилиси вот он как раз мне переводил фильм там же не всегда по-русски разговаривают он тоже очень заинтересован у него три высших образования все с физикой связаны это у вас же да? да 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 все сидим если давай так обговорим что мы с тобой то будем на связи всегда ну да будем разговаривать все все но я думаю что все таки эту команду надо будет но дело в том что сейчас на форумах идет страшная дезинформация то есть есть люди которые заинтересованы в том что в это ни в коем случае народ не прошло да я же написал что там новый эсэр появился то есть комментарий тарелла был такой что земля не нужна ты наверное читал да? да 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 ну это фуфло там все там земля не нужна транспортных вариантов а вот что я и как это делаю это мы потом посмотрим когда первые экземпляры пойдут автомобиля самолета электровоза корабля ну вот я для себя представляю как это работает это вот как по Тесле нужен импульс именно искра ее нужно прервать вот вот то есть ну больше нужен механический прерыватель а у нас электрический ну вот я пока не знаю как электрический сделать Тесле доводил до 2 миллионов прерываний за секунду мы пока мы на половину дошли где то миллион прерываний делаем за секунду угу 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 то есть обратное не должно быть обратное ДС надо от нее избавляться я так понимаю да да если не избавишься то такой бабах больше ты сам знаешь сколько зайдет ну да я тоже Теслу изучал но только после того как ваше видео просмотрел до этого я как то ну Тесла и Тесла а чем он занимался ну это ясно это гений ну теперь я уже знаю да ну мы должны знаешь что сказать знаете когда наверное собраться потом и ты и уазер ну там и много людей не надо оттуда нам было их восхватить и мои будут ребята короче все будет там нормально и в порядке потому что это уже не останусь конечно нечего нам будет бояться но я сейчас почему делаю гидромеханический этот суд не будет длиться день-два это будет где-то год-два но это бюрократический аппарат этих судов ну всему миру известно но может быть они ускорят я не знаю но я говорю что вот эти год хотя бы не потеряв и начать эти гидромеханические выпускают а вот там где у вас зеленая коробка демонстрация там ферритов нету да вот эта катушка которая с индуктором Денис ни в коем случае ты изучал Тесла по сухому как же ну ты посмотри где у Тесла феррит ну есть там где не феррит не феррит а это обожженное железо обожженное железо да 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 потому что тогда ферритов не было давай так сказать ну да ну обожженное железо это в любом случае то же самое ну да то же самую функцию выполняют так то есть вы не применяли не 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 ни в коем случае ни в коем случае и самое главное когда в том что говорят что резонанс нужен не нужен бифиляр можно и бифиляр можно и без бифиляра но бифиляр лучше говоря вот я не знаю знаешь что у меня за что перед носом все лежит а вот говорили что как будто я поехал к тому ничем как покупать на какие часи я у него это купил у меня денег наскребаю чтобы что-то делать так ну в таких условиях под лестницей в подвале и на кресле чертежный день работы у меня в лаборатории жизни не было ну видимо мать ну так что никакие ферриты ребят но смотря какую схему трансформата трансформатора для переменного тока ты знаешь эти будки трансформаторы ты знаешь что передача по с окружающей среды там извините меня там не было так то есть придано на что взял сети на фазу по 2 ампера это как раз тот опыт который я провожил на заводе не стиле получил а там что искровики они думали что это искровики это не искровики я им показал просто как получаю катушки и как передаю силовые катушки просто я им показал вот берется отсюда там стоял стеклянной стол с стеклянными ножками стоит одна катушка вторая чуть поменьше это была силовая катушка я оттуда как передавал эту энергию полученную из окружающей среды то есть получается вот эта белая искра это уже энергия из окружающей среды получается то уже идет преобразование в ток да да передается в силовую катушку и так преобразуется уже в электроэнергию заходили по четыре квадрата три провода если я обратите внимание а выходили вот такие кабеля кабель ну очень там их щита стоят все это их я просто приносил дорогу поставлен на стеклянное стол еще начали выступать потом предложили мне давай говорит пойдем на остров все все говорили нет я сказал да если я думаю сейчас с ними не поеду на остров маленькую 10 киловатт трехфазную установку и оно через нотариум все нотариум даже внутрь заглянуло в горовки там нифига не было такого в смысле аккумулятора да пересли на берег заземлили включили все это записи ну просто они не дают эти записи сейчас и четыре часа без остановки работала потом сами пришли и говорят здесь говорит береговая охрана могут быть проблемы ну вы любите говорить а завтра продолжите а продолжите хорошо 50 километров у вас берега 50 километров самое интересное другое измерим зимы на берегу Идиотского моря я спросил почему едем на Средиземное море Средиземное море когда море рядом здесь островов нету вот отсюда я говорю и начинается не говори его я говорю поеду и на Средиземное поехали но в наутороде они захотели окажется кому принадлежит Вестель на его остров поднять я сказал на частную собственность я ногой не ступлю после этого принципами заткнулись потому что потом начали говорить что на энергию за 50 километров передали через воздух поучу но им осталось только одну похлопать больше ничего вот такие дела я знаю сейчас кто-то очень серьезно начал заниматься тем чтобы меня это очевидный или идиота из меня выставить но это тоже терпимо терпимо то есть я правильно понимаю вся загвоздка именно короткий импульс именно не надо давать задухать импульсу но ты сейчас пристал дошли до миллиона облевать за секунду но если еще миллион накрутить можно какие вещи сделать что дай бог разрядник наверно выгорает если даже не поставить ну сгорает но не могут заставить работать они же у меня хотели украсть даже грузинового которого я привел его купили ну и вот что-то какое-то чутел меня спасло я уже готовлю техническую документацию что же им передать но когда они уже гарантию не наложили я все остановил но что видел этот грузин который был со мной он им передал это все но все равно мощности они не могут нам дать а что передано со мной да до сих пор даже не верят что это возможно ты понимаешь что вообще это большой умницей это Менчук так а что он сделал я не могу понять он очень близко подошел но почему-то сейчас направление изменилось в сторону магнита у него есть очень умный парень но я с ним познакомился несколько дней мы с ним говорили по e-mail по e-mail тогда говорили что я у него пошел что-то покажется опять же как объясняется один грузин тоже там помухливал а гоча табатадзе такой был 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 мне про него рассказывали что он тоже получал без заземления на обычном трансформаторе то что я хочу тебе сказать знаешь это гоча табатадзе первый раз в жизни такую установку увидел у меня то есть он украл не не с полку там крутилась маленькая афера ну я то знаю что он делал но неплохо ну конечно да а то этот немец к нему приезжал но он его домой послал ко мне если он мог желать то чего он его ко мне послал ну он то у меня увидел все его предложения были просто неприемлемы сделай 50 штук дам столько сделай 100 штук дам столько я я говорю ты что у меня покупаешь установку или в том деле ну об этом говорить не стоит ну да хоть земля не стоит не стоит не стоит не стоит я в принципе это знал его один ахилист есть такой неужин деглисерашвили как как с ним порвал так порвал с ним он 200 тысяч евро взял а у меня там остались и то там запретил его пускать туда а сам там потом он изобрел этого бедного гочу табададзе а вообще то это гоча табададзе моего друга военный брат отца сестры но он перегнул палку в смысле своего здоровья днем и ночью пил потом у него авария случилась у него зубу даже били у него причины пить но не мог переварить это стоит за его осилку и все такое понятно а мельниченко написал что оказывается не тарел с ним встречался а амеллут встречался этот этот жулик этот жулик и он дал ему поговорить по телефону с якобым тарелом один раз в жизни всего я переписывался с мельниченко он там мне все написал даже 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 никогда по телефону не общались даже никогда по телефону не общались так так продавать когда собираетесь производство наладить ну посмотрим надо будет одну серьезную группу собрать и начать и начать начать мы сейчас разговоры ждем на и это и 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 , вот этот фильм который 19-го год ну там только по-грузински говорите? Да, по-грузински они переводят на немецкий. Перевод на немецкий. По-моему, они там по-немецки будут пускать. Давай посмотрим. Ну, журналист спрашивает по-немецки и переводчица переводит. Ну, что, что, Важа мне переведет. Да. Да, ради Бога. Потом не переводит мецкий. Гемиатор стоит. Стоит кидромасос, кидромотор, который ждет к гемиатору. Есть электронная маленькая часть. Кроны запускаешь. Она просто усиливает, потому что гидромасос не должны были заставить сработать мотором. И дает киловатт. Киловаттный мотор стоит. И вот он крутит гидронасос. Сейчас киловатт получит это... То есть смешно об этом говорит. Гидронасос. Так, а какую роль гидро этот насос выполняет? Что-то я вообще не... И крутим гидронасос. А гидронасос потом крутит генератор в 20 киловатт. Ты понимаешь? Киловаттный это... Создается огромнейший. Другой конструкции гидронасос стоит. Необыкновенный. Это тоже наша сортивная конструкция. Крутит 20 киловатт генератор. Трехфазный. 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 Полширный. А как он... Двигатель мощностью киловатт крутит 20? Ага. Двигатель мощностью 1 киловатт. Но где-то и так... Крутит еще как тут. Не даже из миллиарды. 1500 оборотов. Чисто держали 1500 оборотов. Ничего себе. То есть я так понял, если понимаешь принцип получения энергии, эфира там или физвакуума, не знаю как его сейчас называют. То уже не важно, можно сделать хоть тысячу способов как получить. Да, ну самое главное, очень хорошая пословица. Все дороги идут в линии. С какой дороги хочешь иди потом, перебить админ, пройди и посмотри, как это все делать. А потом уже все просили, поскольку, если помочь-то надо, но это не проблема. Но вы сколько лет шли до этого? Где-то очень много, ну как тебе сказать, что при Жаветском Союзе, это где-то минимум 27 лет. Ничего себе. Ладно, спасибо вам, Тариэль, что уделили внимание. Будем говорить, как время будет, связимся. Вы как себя хоть чувствуете? Сейчас что, заработал диабет и так, сейчас зависит от того, как Шаха себя ведет и как я себя показываю. Ну я знаю, что такое болезнь. Ничего. У меня у самого с детства нет. Если хочешь, то заскажите. Ну ладно, а то у меня малыш спит уже, боюсь его разбудить. Ну так же все. Всего доброго вам, Тарья. Удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.